Привет! За одну только субботу уже 4 человека прислало мне видео с таким типично срывающим покровы названием «Развратное поведение подростка в шок смотреть всем!» Типичное трешовое трехминутное видео. Т-т-т. Но чем оно обязано такой популярностью? А тем, что его показывали кубанским восьмиклассникам, что не ново. На самом деле существует много шизанутых преподов. Мне вот в свое время показывали лекции Жданова. Так что вроде бы ничего необычного, но все дело в том, что эту историю пропиарили СМИ. Поэтому она всплыла на поверхность. А сколько таких осталось за стенами школ, можно только предполагать. В общем-то, видео трешовое и коротенькое, поэтому я решил сделать на него лайт-обзор. Когда не можешь победить силой, примени подлость и коварство. Алан Рогерс, масон, курирующий правительство США. Да, и это только 5 секунд ролика. Ну, хоть не рептилоиды. Кстати, Гуглу неизвестен, ни упоминавшийся масон, ни автор приведенной цитаты. Я предполагаю, что авторство это богатая фантазия. Мы разрушим ваши гетеросексуальные семьи. Девиз феминисток США. Да, а еще они разрушат скрепы. И плевать, что феминистки сами могут состоять в гетеросексуальных семьях. Мы достанем вас через ваших детей. Ален Гинсберг, воинствующий гей США. Воинствующий гей. Чем Ален Гинсберг отличился, так это своими железными яйцами. Открыто заявлять, что он гей в 43-м году, это достойно уважения. Феминистическое гей-движение щедро финансируется правительством США. Ну да, люди, выступающие за свои базовые права, это все происки проклятого Абамки, приптилоидов или масонов. Ишь, прав человека они захотели. Средний возраст – начало половой жизни в России. В 1996 году средняя россиянка начинала половую жизнь в 19,5 лет. В 2006 году в подростковом возрасте – в 16 лет. В 2014 году цифра перешагнула рубеж выживаемости общества – 12-14 лет. Ну, вообще, средний возраст – начало половой жизни имеет широкий разброс по разным регионам. Но в 2014 он был приближен к 16 годам. Обычно анализируют группы школьников, например, в возрасте 15 лет. Им просто выдают опросники, которые они заполняют. Ну, понятно, что данные будут не объективны, потому что для мальчиков девственность является каким-то клеймом, для девочек же наоборот какой-то ценностью. И, соответственно, дети будут прибирать так или иначе. Поэтому ответы будут зависеть от культуры, в которой проживают эти люди, ну и так далее. Девушки-подростки, рано начавшие половую жизнь, имеют на 95% меньше шансов родить в будущем здоровых детей. И 100% сказанного – чистейшая ложь. Прямой связи между сексом, допустим, в 16 и репродуктивным здоровьем вообще нет. Можно предположить, что есть косвенное влияние, например, от заражения венерическим заболеванием. Но об этом чуть дальше. Всемирная организация здравоохранения вообще не рассматривает секс у подростков как проблему. Более того, в их стратегии сексуальных проблем со здоровьем есть следующие слова. Необходимость признания ценности сексуального удовольствия, использования на протяжении всей жизни на принципах безопасности и ответственности в рамках ценностей, основанных на уважении прав других. В 1942 году немецкий врач Хайнс Барр, который осматривал девушек и женщин, привезенных из СССР на каторжные работы в Германию, в панике писал Гитлеру «Россию победить невозможно, пока у этого народа такая нравственность. Почти 99% обследованных мною лиц женского пола от 15 до 25 лет не состоявших в браке девственницы». Во-первых, почему девственное плево вызвало у врача такой интерес? Он что, хотел приносить девственниц в жертву? И во-вторых, что так удивило немецкого врача? Майн Год. Ну а вообще это типичные, никем не виданные письма Гитлеру. Опять же источник – богатая фантазия. «Девушки, учитесь у своих прапрабабушек. Они были лучше вас». Дааа! А еще лучше были «пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра». Бабушки. Так в шестнадцатом веке стоглавый собор установил возраст брака для девочек в 12 лет. Значительно лучше. «Научный факт! Девушка, переспавшая с многими парнями, это помойка с примесью генов от всех ее мужчин. Эффект телегонии Плюс выжженная душа Научный факт, Карл! Телегония не работает вообще никак, совсем Нет никаких механизмов пожизненного оставления генов при половом контакте Конечно, это расстроит телегонщиков, но единственные информационные молекулы, которые они могут передать девушке при половом контакте Это РНК каких-нибудь хламидий или трихомонат Кстати, именно поэтому не стоит спать со всеми подряд, по крайней мере не предохраняясь Заболевания, передающиеся половым путем и риски нежелательной беременности А не какая-нибудь мистическая телегония Первый половой партнер женщины передает свои черты всем ее детям, даже рожденным от других мужчин Это хорошо известно заводчикам лошадей, собак и голубей Если вы откроете телегонию у лошадей, собак, голубей, заводчики всего мира вас на руках носить будут По крайней мере, Нобелевка по физиологии и медицине точно ваша Чего же вы ждете, ребятки? Это ж так просто Кстати, директор этой кубанской школы, в которой показывали видео, потом сказал, что он не вправе подтвердить научность телегонии, поскольку некомпетентен в этом вопросе Директор школы! Директор! 95% мужчин хотят завести семью с девственницей Хотя кому нафиг нужны девственницы, не знаю Заметьте про девственность парней, там не говорится ни слова Я это просто комментировать даже не буду Я не верю, что 95% парней это двуличные идиоты, которые ставят наличие девственной плевы как главный критерий к заведению семьи Девственница полна чистоты и достоинства, не девственница, грязная и порочная Кстати, 8% девственниц, девственницы не потому что они воздерживаются от секса, а потому что они практикуют другие формы секса Ну, оральный, анальный, пейтинг Так что дамы, которые верят в телегонию, знают, что делают А еще девушки, потерявшие свою плеву после 21 года, в среднем испытывают больше проблем в дальнейших отношениях Ну, оно и понятно, среди таких дам, опять же, в среднем Куда больше людей пуританского воспитания У женщины должен быть один мужчина на всю жизнь Так было всегда и так будет Да, так что соблюдайте традиции предков Сношайтесь в 12, рожайте по 10 детей, умирайте в 40 и продавайте женщин Всегда и так будет Кто отойдет от правил предков, вымрет, что видно по скандинавским странам Кстати, знаете, где нет проблем с недостатком населения? В Африке и Индии Вот уж действительно, высокий уровень жизни и традиций предков Вот вообще, в точку Прям, прям совсем Родители, внушайте своим дочерям уже с 10 лет Что мужчина и женщина должны встречаться только тогда, когда они решили рожать детей Это, ну это все, это уже финиш, это совсем, нет Ребята, я не могу Я, я, я 20 секунд, что остались, просто не осили, серьезно У меня, у меня бомбит Так что, извиняйте, все, пока Размести это видео у себя на стене ВКонтакте И спаси сотни нерожденных детей Да, спаси сотни детей и покажи всем, что ты идиот Скажи нет американской атаки на наших женщин и детей Защити Россию Это Америка препятствует введению уроков полового просвещения Это из-за Америки школьники не знают о базовой контрацепции И это Америка преподносит все эти культурные ценности на экраны нашего телевизора Я имею в виду российское ТВ Да